Здравствуйте, меня зовут Нелли Гизатулина. Вы смотрите новости Туймазинского района на телеканале ЕТВ. Каждую среду 21.45 мы рассказываем о событиях интересных людях. Сегодня смотрите выпуски. В Туймазах прошла традиционная рождественская лыжная гонка. На выезде из Туймазов в сторону Октябрьского произошло ДТП со смертельным исходом. В Туймазинском районе начались работы по водоснабжению сел Райманово и Агиртамаг. Мужчина из Октябрьского выиграл комнату. Начнем выпуск коротких новостей. В Туймазах прошла традиционная рождественская лыжная гонка. Несмотря на мороз, в ней приняли участие 110 спортсменов. Самым юным участником забега стал 6-летний Артем Синюков, а самой взрослой лыжницей Зиля Байгильдина исполнилось 59 лет. Участники гонки состязались в различных возрастных группах на дистанциях от 1 до 3 километров. Гонка прошла в зачет ГТО. Жители Туймазов продолжают помогать мобилизованным землякам. Работники цеха металлоконструкции под руководством Лясяна Арслан Гореевой изготовили 5 печек буржуек. Еще 10 печек участникам спецоперации передала компания «Новатор». Также она отправила в зону СВО более 100 кошек. Это специальные крюки, с помощью которых с поля боя вытаскивают раненых и сдвигают подозрительные предметы. На выезде из Туймазов в сторону Октябрьского произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным, водитель Нивы, выезжая со второстепенной дороги, не уступил преимущество автомобилю «Лада Приора». Чтобы избежать столкновения, 24-летний водитель «Приоры» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречной машиной. В результате происшествия трех человек доставили в больницу города, где водитель «Приоры» скончался. Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Сотрудниками госавтоинспекции удалось установить и задержать водителя Нивы. Им оказался 59-летний туймазинец. В Туймазинском районе начались работы по водоснабжению села Райманово и Ертамак. В этом году в рамках федеральной программы «Чистая вода» в районе начинается строительство водопровода, которое обеспечит качественной питьевой водой жители села Райманово. Средства на строительство системы водоснабжения выделены с федерального бюджета. На эти деньги построят насосную станцию водопровод протяженностью 57 км от Агиртамака до Райманово, а также уличные водопроводы села. А теперь перейдем к основным новостям. Агентство недвижимости «Перспектива-24 самолет» в преддверии Рождества провела праздничный розыгрыш среди клиентов компании. Главным призом стала комната в городе Октябрьский. На розыгрыш призов приехало более тысячи участников из Октябрьского и Туймазов. Все они стали клиентами Агентства недвижимости «Перспектива-24 самолет» в 2021 и 2022 году. Главную награду получил житель Октябрьского. О таком подарке Нурлан Зинатулин даже и не мечтал. В прошлом году мужчина продал тонхаус, который не мог продать три года. Помогли ему в компании «Перспектива-24 самолет». Я держал до конца, почему-то вот этот купон я его не вытаскивал. Вообще вот разыгрывали что-то, я не вытаскивал. Я не верил, что он выиграет. Ну вот так получилось, понимаете, последний, последний, самый последний оказался мой. Я никогда ничего не выигрывал. Это первый выигрыш у меня и такой огромный. Главным призом стала комната. Однако и этот подарок был не единственным. Среди участников разыграли более 50 крупных призов. Когда ехали с мужем в машине, я сразу сказала, я без приза не вернусь, я обязательно что-то выиграю. Так и получилось. Мы выиграли мультиварку. Я очень благодарна «Перспективе», то, что они продали нам дом, мы приобрели квартиру. Вообще не ожидала. Первый раз вообще играла в каких-то розыгрышах, вообще никогда нигде не участвовала. И вот первый раз, ну хоть что-то. Тоже приятно. Мы продали квартиру, купили дом, продали еще одну квартиру. В общем, все с «Перспективой-24». Суперкоманда, молодцы, мы очень рады. «Перспектива-24» самолет успешно работает на рынке недвижимости более чем в 100 городах и 5 странах. В Октябрьском компания присутствует с 2017 года. За это время команда профессиональных риэлторов зарекомендовала себя как надежное, успешное и современное агентство недвижимости. У нас очень хороший, добрый, теплый коллектив. И каждый мой агент очень серьезно относится к своей работе. И сегодняшнее мероприятие показало, что каждый клиент знает своего агента. И каждый агент очень радеет за своего клиента. Сейчас в Туймазах и Октябрьском в агентстве доступен новый сервис «Самолет плюс». Он предоставляет всевозможные услуги, которые связаны с жильем. От клининга и переезда до проектирования, ремонта и дизайна в новых квартирах и сдачи их клиенту под ключ. Мы можем предоставить возможность купить квартиры в любом городе России и даже не России, не выезжая из города. Обращайтесь, будем рады вам помочь. Для тех, кто только планирует покупать или продавать недвижимость, самое время обратиться в компанию «Перспектива-24» самолет. А старт нового розыгрыша вполне может стать хорошим подспорьем. Главным подарком на этот раз будет однокомнатная квартира. Итоги розыгрыша подведут в 2027 году. Обратиться в агентство можно по адресам, указанным на экране. Максим Карпухин, Нелли Гизатулина, телеканал ЮТВ. В 2022 году тарифы на услуги ЖКХ для потребителей повышались дважды. О том, насколько изменились платежи за коммунальные услуги для жителей республики, расскажем далее. В прошлом году тарифы на услуги ЖКХ для потребителей повышались дважды. Первый раз, как и обычно, 1 июля. И второй – 1 декабря. Таким образом, планируемое повышение тарифов с лета 2023 года перенесли на конец 2022. О том, насколько изменились платежи за коммунальные услуги для жителей республики, в Курултае Башкирии рассказала Светлана Бурдюк, председатель Госкомитета по тарифам. 9% – это получили все регионы. Мы на уровне, за исключением Кировской области, Республики Татарстан, у всех одинаковый индекс. Необходимо отметить, что предельный максимальный индекс – это не предельная величина роста тарифа на отдельную коммунальную услугу, а максимальная величина роста совокупной платы за весь набор коммунальных услуг, который получает гражданин в целом за месяц. Говоря об отдельно взятых тарифах, чиновница отметила, что они устанавливаются по-разному. Например, на электроэнергию и газ он един на всей территории Башкирии. Тарифы в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения устанавливаются в отношении каждой ресурсно-снабжающей организации. Например, электрическая энергия 1 кВт вырос на 33 копейки, а сетевой газ 1 куб на 67 копеек. Тарифы на услуги вывоза мусора не превысят тех, что заложены в прогнозе социально-экономического развития, говорит Бурдюк. Но все же изменения размера оплаты равномерной не будет. Рост по зоне деятельности номер один – это МУП спецавтохозяйство – составит 9%. А вот, допустим, зона 4+, дёртели-милеводстроя, не превысит 3%. Для иллюстрации того, насколько совокупно для потребителя увеличится плата, чиновница привела наглядный пример. За образец взяли одного жителя башкирской столицы и помещение размером 45 квадратных метров. Если в отношении водоснабжения говорить, то один куб холодной воды вырастет на 2 рубля 54 копейки. Если водоотведение – на 2 рубля 80 копеек один куб. Если в отношении ТКО, казалось бы, куб прирастет на 46 рублей 30 копеек, но плата вырастет всего на 7 рублей 41 копейку в месяц человека. Подводя итог, Светлана Бурдюк подчеркнула, что в 2023 году повышений тарифов на услуги ЖКХ не будет. Очередное удорожание граждан ожидает только в 2024 году. Артур Бигнов, телеканал ЮТВ На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Смотрите новости Тимадинского района каждую среду в 21.45. Во вторых пятницах в 8 утра и в воскресенье в 21.30. А если вам есть о чем рассказать, пишите нашу группу ВКонтакте, телеканал ЮТВ Тимадинского района. Всего доброго и я желаю вам только хороших новостей. Субтитры сделал DimaTorzok